И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, Потому что товаров их никто уже не покупает, И муки, и пшеницы, и скота, и овец, И коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Всё тучное и блистательное удалилось от тебя, Ты уже не найдёшь его. Но, торговавшие всем сим, обогатившиеся от неё, Станут вдали от страха мучений её, Плача и рыдая, и говоря, Горе, горе тебе, великий город. Крушение существующей кредитно-денежной системы Описано в откровении в очень ярких красках, Но механизм этого крушения по-прежнему не ясен. У пророка не было экономического образования, Поэтому он просто рассказывал о том, что видел. Сегодня те, кто держит руки на рычагах управления миром, Понимают ситуацию гораздо лучше, Но не готовы идти дальше разговоров и громких заявлений. Вы не думаете, что они не понимают, что происходит? Ведущие банкиры мира, Включая директоров Федеральной резервной системы, Мирового лютного фонда, к примеру, Золик, И многие лауреаты Нобелевской премии по экономике Открытым текстом заявляют, Что пора пересмотреть основы функционирования этой системы. Однако принимать хоть какие-то меры никто не готов. Авторы существующей экономической модели До последнего будут стараться соблюдать принцип невмешательства. Самое главное, кто стоит за Федеральной резервной системой, В этом суть. В этом суть. Они за период существования ее, Ста лет, Они получили главное. Они получили абсолютную власть над миром. И они получили абсолютную власть Над всеми основными ресурсами земного шара. Ученые, вооруженные новейшими экономическими теориями, Видят перспективы предельно конкретно. Крушение финансовой системы Неизбежно приведет к мировому хаосу И глобальным конфликтам. Сможет ли уцелеть человечество В результате разрушительной социальной катастрофы? Большой вопрос. Однако Иоанн Богослов готов на него ответить. И седьмой ангел вострубил, И раздались на небе громкие голоса, Говорящие, Царство мира Соделалось царством Господа нашего И Христа его И будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, Сидящие перед Богом на престолах своих, Пали на лица свои И поклонились Богу, говоря, Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, Что Ты приял силу Твою великую И воцарился. Что ждет тех, Кто сможет пройти через все испытания, Описанные в Откровении? Существует версия, В соответствии с которой конец света Это на самом деле конец тьмы, За которым не будет ни лжи, ни смерти. И отрет Бог Всякую слезу с очей их, И смерти не будет уже, Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, Ибо прежнее прошло. Побеждающий наследует все, И буду Ему Богом, И Он будет мне сыном. Какими именно станут люди, После того, как войдут в Царство Божие, Предсказать невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok